Спасибо большое. Действительно, буквально два года тому назад я сама лично столкнулась с таким диагнозом, как рак молочной железы, и столкнулась со всеми страхами, и психологически была не готова ни к лечению, ни к операции. После самой операции мной было принято решение все-таки, наверное, начать помогать тем женщинам, которые столкнулись с таким же диагнозом, как и я, рак молочной железы, и, собственно, в этот период времени я познакомилась с ассоциацией «Здравствуй», и в августе 2019 года мы приступили к активной своей работе. И основной задачей нашего регионального отделения является оказание качественной всесторонней помощи пациентам и их семьям. К основным проблемам, с которыми мы сталкиваемся и стараемся решать вопросы, относятся вопросы распространенности онкозаболеваний, факторы повышающей риски заболеваемости, возрастные особенности онкозаболеваний, недостаточная информированность населения, проблемы с доступностью медицинских услуг. И учитывая вопрос важности и актуальности по снижению смертности, а также для повышения качества, оказываемой специализированной помощи, мы ставим перед собой следующие цели. Это объединение онкологических пациентов под эгидой борьбы с заболеванием, содействие оказания пациентам психологической профессиональной помощи, содействие профессиональному информированию о диагностике, лечении рака и реабилитации, информирование о мировых достижениях и разработках в онкологии и смежных науках, консолидации с общественностью в борьбе с онкозаболеваниями. Что касается женского здоровья, пристальное внимание, конечно же, заслуживает раннее выявление злокачественных новообразований молочных желез. Рак молочной железы у женщины в развитых странах мира является самой частой злокачественной опухолью. И в Краснодарском крае заболеваемость раком молочной железы стоит на первом месте в структуре злокачественных новообразований у женщин. К сожалению, большое число женщин обращается к врачам на поздних стадиях заболевания, когда помочь сохранить здоровье и жизнь очень сложно. Основная причина этой проблемы – это отсутствие доступной информации об опухолях молочной железы и их проявлениях, а также методах раннего выявления рака молочной железы, одним из которых является самообследование молочной железы, ведь никто не будет заботиться о здоровье женщины, так как сама женщина это может сделать. В связи с этим нашим региональным отделением проводятся часы здоровья для населения, где мы совместно с врачами рассказываем о необходимости прохождения диспансеризации, скрининговых исследований, об особенностях первичной и вторичной профилактики рака молочной железы. Также была запущена акция информационная «Сделай шаг к здоровью», цель которой заключается в призыве населения пройти диспансеризацию и привлечь внимание краснодарцев к здоровому образу жизни и важности ранней диагностики онкологических заболеваний. Волонтеры, медики рассказывали о том, как крайне важны регулярные обследования, рассказывали о том, что скрининг рака – это поиск злокачественного новообразования у человека, не имеющий никаких симптомов опухоли. При подозрении на онкопатологию пациентов направляют на комплексное дообследование, то есть давали маршрутизацию пациентам в случае, если опасение на подтверждение онкологической патологии подтверждалось и рассказывалось о том, что необходимо обращаться в специализированное медицинское учреждение края. Лечение онкологических заболеваний длится не один месяц. За это время не только пациентки, но и вся ее семья сталкиваются с длительным, непрекращающимся стрессом. Первичный уклад жизни рушится. И когда болезнь побеждена, начинается непростой этап возвращения к нормальной жизни. Чтобы помочь пациентам и их близким в решении различных вопросов во время и после прохождения лечения, мы проводим школы пациента. Целью данного проекта является повышение уровня информированности онкологических пациентов в Краснодарском крае о современных достижениях медицины, клинических практиках, психологической и юридической помощи. К основным целям этого проекта мы относим обмен достоверной информацией между пациентами и медицинскими работниками, выявление и обобщение наиболее частых вопросов медицинского характера волнующих пациентов, ответы на которые наши пациенты получают ведущими медицинскими экспертами. Группа взаимопомощи для онкологических пациенток, перенесших рак молочной железы. Вот на этом проекте я хотела бы более подробно остановиться. Участниками встречи являются женщины с диагнозом рак молочной железы. Посетить данное мероприятие могут как пациентки на любом этапе лечения, так и те, кто находится в ремиссии. Проект предполагает организацию и запуск системы регулярной информационной и психологической поддержки пациенток с раком молочной железы силами компетентных добровольцев. Выписываясь из больницы, женщины сталкиваются с физическими, бытовыми, эмоциональными проблемами, решать которые ей приходится самостоятельно, без поддержки и социального сопровождения. На встречу группы взаимопомощи мы обсуждаем самые актуальные вопросы для женщины, которые столкнулись с заболеванием. На наши встречи мы приглашаем врачей-онкологов, химиотерапевтов и специалистов смежных специальностей, это неврологи, кардиологи, эндокринологи и так далее. В процессе общения наши пациентки получают исчерпывающие ответы по лечению, как к нему подготовиться, избежать большого количества побочных эффектов, пихимию, лучевой терапии и как сохранить высокое качество жизни. Когда же женщина сталкивается с раком молочной железы, она совершенно к этому не готова и испытывает шок, сталкивается со страхом и непринятием диагноза. Онкологические пациенты, их близкие зачастую сталкиваются с целым комплексом неразрешимых психологических проблем, неразрешимых на первый взгляд, однако нет. Справиться с ними необходимо и возможно. Но как справиться с ними, где найти столько сил, как не увязнуть в многочисленных трудностях? Вот все эти вопросы и многие другие мы пытаемся разобрать вместе. Психологическая помощь зачастую бывает важна не меньше медицинской. Женщина, у которой обнаруживается рак молочной железы, очень нуждается в поддержке супруга, семьи и друзей. Но не редкий случай, как по разным причинам она готова обсуждать сложившуюся ситуацию только с другими женщинами, имеющими аналогичный жизненный опыт. Группа взаимопомощи существует для того, чтобы человек не оставался один, на один со своей проблемой, а мог вовремя получить заряд оптимизма и необходимую информацию в помощи. Ввиду сложившейся сложной эпидемиологической обстановки, нами работа не была приостановлена. Мы запустили серию вебинаров с обсуждением вопросов по борьбе с раковыми заболеваниями. Онкологи и химиотерапевты, смежные специалисты приняли участие в данном проекте. Также мы запустили серию онлайн-встреч в социальных сетях с обсуждением всех вопросов по борьбе с осложнением после перенесшего лечения. На всех наших мероприятиях мы раздаем брошюры, которые были разработаны, ассоциации здравствуй совместно со специалистами-онкологами. Из них пациенты и их близкие могут получить актуальную информацию о современной диагностике и лечении рака. Отдельно хочется отметить наших партнеров, которые размещают прессы пост-релизы о проведении школ пациентов и групп взаимопомощи. Отклики партнеров, конечно же, нам дают больше возможности рассказать о нашей деятельности и о том, что мы всегда готовы протянуть руку помощи всем тем, кто в ней нуждается. И в заключении своего выступления хотела бы закончить такими словами неизвестного мне автора. Вы знаете, что такое взять человека за руку? Иногда это сильнее, чем объятие и поцелую, которые вы можете дарить только самым близким. Иногда рука в руке сильнее, чем все остальное. Иногда это помогает человеку понять, что он не один. Поэтому мы всегда готовы протянуть свою руку помощи и поддержать на всех этапах наших пациентов. Спасибо за внимание.